Профессиональный турнир единоборств и ночной велопробег, чемпионат России по акватлону в открытой Волге и водномоторное шоу, зарядка со звездой и творческий бульвар, парад городской техники и выступление пилотажной группы «Стрижи». Через три недели в Чебоксарах стартуют праздничные мероприятия, посвященные 550-летию столицы. В этом году праздник будут отмечать в течение недели с 18 по 24 августа. О самых значимых и ярких событиях дня города сегодня рассказали журналистам на пресс-конференции в столичной администрации. 550-летие столицы Чувашии начнет отмечать по-спортивному. 17 августа пройдут сразу два чемпионата по акватлону и лазеррану. Причем всемирный городской тур по лазеррану пройдет в Чебоксарах впервые. В 2019 году он проходит под эгидой Международного союза современного пятиборья в 180 городах мира и лишь в пяти российских городах. В воскресенье, 18 августа, в Чебоксарах откроются 12 больших фестивальных площадок. Чебоксарцы гости столицы смогут увидеть театральные представления творческих коллективов. Откроются танцплощадки, где можно будет потанцевать и послушать живую музыку. Новая неделя начнется с ввода в эксплуатацию новых социальных объектов. Детский сад «Планета детства» на 240 мест распахнет свои двери в микрорайоне Садовой. Также в Чебоксарах появится первая инженерная техническая школа. Заработает она в новом корпусе школы номер 61. 21 августа в Чебоксарах наградят нового почетного гражданина города. Вручат памятные медали и медали за заслуги перед городом. А на следующий день, 22 августа, запланирована акция «Город помнит их заслуги», когда по всему городу одновременно состоится возложение цветов ко всем мемориальным доскам и памятникам. С воздуха столицу с юбилеем поздравят прославленные стрижи. Пилотажная группа прилетит в Чебоксары заранее. 22 августа пройдут их тренировочные полеты над Волгой. А самые головокружительные пируэты стрижи исполнят над Московской набережной 24-го, самый главный день празднования. Стрижи возвращаются. Вообще, в этот день в Чебоксарах с самого утра будет происходить много интересного. Традиционная зарядка со звездой переместится на Московскую набережную. Причем в этом году заряжать позитивом горожану Волги будут аж 4 звезды. На акватории залива пройдет фестиваль водных видов спорта. Состоится водно-моторное шоу. Стоит отметить, что некоторые улицы столицы будут перекрыты на время проведения парада городской техники и творческого бульвара. А самое главное театрализованное действие «Чебоксары. Город твоих побед» начнется в 20.00. Горожан и гостей приглашают на певческое поле. Для нас это будет площадка, которую мы будем осваивать в таком формате и масштабе. Учитывая, что мы все-таки город на Волге, то и сцена у нас будет такая тоже свободная, просторная, красивая. И будет располагаться на территории певческого поля и будет объединять в себе и экраны, и световое оборудование, и какие-то интересные спецэффекты. Театрализованное представление – это подведение итогов истории 550-летней города Чебоксары, которая будет также проводиться на главной сцене и в которой принимают участие более полутора тысяч человек. То есть это и профессиональные артисты, и коллективы художественной самодеятельности, и спортсмены, и дети творческих коллективов. Они все объединятся в одну большую историю, которая объединит и воздух, и огонь, и воду, и нашу Волгу. Ну и, конечно, нас, всех жителей города Чебоксара. И на десерт – выступление хора турецкого, лазерное шоу и фейерверк. Галина Титарчук, Бахтияр, Велиев, Республика. Галина Титарчук, Бахтияр, Велигия. Галина Титарчук, Бахтияр, Велигия. Продолжение следует...